Добрый вечер! В прямом эфире на ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Лисан Сабирова и в начале коротко о главных темах выпуска. 104 дня до домашнего чемпионата мира по футболу. Сильные команды, это и Франция, и Германия. Конечно, много работы, большая ответственность. Почему Казань-Арене вновь пришлось проходить проверку на готовность к матчам, узнал Салават Мухамадулян. Бизнес с татарским акцентом. Можно было бы больше в таких агропарках, не только в Казани, в Нижнем, например. Что сегодня волнует предпринимателей? Альгина Слагараева. Сторонники со всех сторон. То есть мы выработали такую площадку, чтобы люди могли сами сказать нам свои предложения. Каким умозаключением пришли единомышленники единороссов? Узнал Дмитрий Аринин. Воевать так с музыкой? Казань станет визитной карточкой России во время чемпионата мира по футболу. А значит, столица должна быть вне конкуренции. Об этом в ходе заседания Республиканского оргкомитета «Россия-2018» заявил президент Татарстана Рустам Маниханов. В Казани сегодня заключительная инспекция, делегация FIFA и оргкомитет Мундиаля. Их вердикт – столица практически готова к чемпионату мира. Чем порадуют фанатов игры, узнал Салават Мухамадуллин. Уже через три с лишним месяца, возможно, на этом месте будет сидеть Поль Пагба или нападающий сборной Германии Томас Мюллер. Мундиаля в Казани готовится принять грандов мирового футбола. Согласно поговорке «Доверяй, напроверяй», арена вновь прошла проверку на готовность к матчу. Пока строители возводят дополнительную секцию для журналистов, по трибунам, раздевалкам и полю идут делегаты от FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Газон всю зиму в спячке под специальными лампами. Все остальное на стадионе, как и он сам, уже прошли проверку еще Кубком Конфедерации. В ходе этого визита мы в основном сосредоточились на тех областях, которые меняются по сравнению с Кубком Конфедерации. В частности, это расширение площадок, зон гостеприимства, расширение для медиа и других зон. Обычные ревизоры проверяют еще и аэропорты и тренировочные площадки, но в деле их оценили еще гости и футболисты Кубка Конфедерации. По этой же причине Казань-Арена вместо положенных трех примет всего один тестовый матч. Сейчас решается вопрос о дате. 6 или 7 мая Рубин встретит на своем поле Уфу. В городе Казани пройдут шесть матчей. Будут достаточно сильные команды. Это и Франция, и Германия. Конечно, много работы, большая ответственность. В целом, ни по городу, ни по стадиону у нас нет больших вопросов. Вопросы подготовки Казани к Мундиале сегодня дополнительно обсудили в Доме правительства на заседании оргкомитета с участием Рустама Миниханова. Уже сейчас готов план транспортного обеспечения для болельщиков. Проезд по городу будет бесплатным, а так называемая последняя миля станет более удобней в плане передвижения. Но никакой расслабленности не должна быть. Мы договорились, как только немножко снег сойдет. И по всем вопросам фасадов, дорожек, дорог. Мы все это пройдем. У нас большая программа дорожных работ. Дворец семьи Казан на время чемпионата превратится в центр футбола. На берегу Казанки пройдет фестиваль болельщиков. Здесь ждут миллион фанатов со всего мира. У нас будет порядка 50 различных мероприятий в течение этого месяца чемпионата мира футбола. Это помимо основной площадки фестиваль болельщиков. То есть это практически во всех наших парках, во всех наших музеях, во всех наших театрах. Столица Татарстана готова к чемпионату мира. Напомним, на Казань-арене пройдут 4 матча группового этапа и 2 игры стадии плей-офф. Осталось дождаться июня. Слават Абхмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Будут ли татары главными в халяль-бизнесе и какой он предприниматель с татарским акцентом? Сегодня пленарным заседанием завершился Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. На форум приехали почти 800 человек из 38 регионов страны. О выводах и задачах Альбина Солгараева. Но не хлебом единым торгует Фанис Газизов. Его пекарня в Кировской области знаменита татарскими национальными блюдами. Треугольники и бареш часто заказывают на семейные застолья. Бизнес непростой, но его национальная ориентированность помогает обыгрывать конкурентов. У нас свой рынок, свой покупатель имеется, свой коллектив. В Кировской области, можно сказать, помощи нет. А вот Ильсур Хамедулин совершенно другого мнения. Его колбасный цех работает 6 лет, и если бы не две проблемы, то бизнес пошел бы в рост. Налоги, налоги, налоги. Проверки. А Ильфа Днуриманов из Нижнего Новгорода продолжает семейный бизнес. Козылок они делают в небольшом производственном цехе. Покупают не только местные татары. Но есть в регионе проблемы с поиском новых рынков сбыта, при этом, чтобы продавать товар без посредников. Можно было бы больше таких агропарков. Не только в Казани, в Нижнем, например. У нас такого нет. Почти 800 предпринимателей из 38 регионов страны. В основном продукция халяль. Все бизнесмены трудятся с верой в доход. Халяль как образ жизни. Продукцию оценил президент Рустам Мениханов. Халяль не образ жизни. То есть халяль, госпиталь, халяль не... Ни сахара, ни сроки нет. На Казани сами не надо пригласить. Потому что вас надо продвигать. Уже на самом форуме подняли проблемы, которые волнуют всех. Так, в каждом регионе есть вопросы с получением в аренду земли и недвижимости. Также много бюрократических проволочек. Стоит и общая задача по повышению товарооборота между регионами. Затронули вопрос низких цен на молоко и направили внимание на развитие халяльного бизнеса. Село это основа всего. Нас всех волнует его сохранение и развитие. Для этого у нас работают республиканские программы. Но только на бюджетные деньги все реализовать невозможно. Нужна и помощь инвесторов и предпринимателей. Развитие бизнеса на селе это гарант сохранения татарской культуры. Именно такой тезис сегодня прозвучал практически в каждом выступлении. Сегодня было вынесено предложение организовать всероссийский конкурс предпринимателей под эгидой президента республики Татарстан. Тогда и общение будет более плотным, а конкурировать будет интереснее. Альбина Слагараев, Рина Сафин, ТНВ, Казань. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане достигла почти 6 миллиардов рублей. Рустам Миниханов вновь напомнил, что сбор этих средств должен оставаться системной работой, в том числе и глав районов. Сегодня на республиканском совещании озвучили районы, где с этим справляются на все 100. Сармановский, Муслюмовский, Нурладский, Тюличинский и Ютазинский районы. А два из них и в топе 15 по воду жильям. Президент отметил, что основной проблемой начала каждого строительного сезона все еще остается подготовка документации. Надо очень серьезно подготовиться к строительному сезону. Материалы, ресурсы, самое главное документация. У нас вся проблема в документации. Вот все эти работы с листа, она, конечно, очень черелата. Но понятно, когда у нас типовой проект, мы как-то это понимаем. Но если объект какой-то имеет свой уникальный характер, то это проблема. Светили судьбоносным вопросом. Сегодня в Казани на форум собрались более 200 татарстанских сторонников Единой России. Обсуждали российские проблемы, к решению которых пока не знают, как подступиться в стране. Это и как остановить миграцию из сел, и что делать с интернетом, который порой так пагубно влияет на детей. Что предлагают и как это собираются воплощать, узнал Дмитрий Аринин. Чекучка все время в город, а вот село как-то оно остается и не развивается. Рассказать об этой проблеме и, может быть, найти решение, на форум приехала руководитель высокогорских сторонников Единой России. Сделать так, чтобы люди на селе оставались, не выезжая за пределы города. Вот как это все заинтересовать? Ответы на эти вопросы искали за круглым столом, с участием представителей разных районов и депутатов разного уровня. И здесь возникла дилемма, что первично, доступное жилье на селе или высокая заработная плата? И можно ли сделать и то и другое сразу? Касательно, если жилищная политика говорит, то есть про это жилье на селе для аналитетов? Можно сказать, самое первое, что это, как у нас в России, в целом, как у нас в городе, а вот заработная плата, значит, мы не можем дать, потому что молоко очень дешевое. Еще одна российская проблема, как сделать интернет безопасным для детей, чтобы их там не научили плохому. И самое страшное, не довели до суицида. Прозвучало предложение. Общественникам самим разыскивать такие сайты и сообщать о них в надзорные органы. За прошлый год эти ребята порядка 5000 таких ссылок, таких ресурсов раскопали. Также сегодня обсуждали проблемы культуры и самозанятости граждан. На каждой из четырех площадок предложения записывали. Итого идея набралось на несколько ватманов. То есть мы выработали такую площадку, чтобы люди могли сами сказать нам свои предложения. Сейчас в Татарстане более 15 тысяч сторонников Единой России. Это люди, которые не занимаются политикой, но подсказать и помочь готовы. Уровень взаимодействия не во всех районах находится на той отметке, которую нам хотелось бы достичь. Но в целом, в целом республиканское отделение сторонников одно из лучших в России. По итогам сегодняшней встречи приняли резолюцию, куда и вошли предложения. Документ отправится в центральный штаб сторонников партии. А через него собираются выйти на федеральных парламентариев, которые могут помочь законодательными мерами. Дмитрий Айрин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Награжден. Владимир Путин наградил первого замруководителя Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Марата Зарипова медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Он награжден за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан в многолетнюю добросовестную работу. Награду от президента России получил и Владимир Чагин. Директор КАМАЗ Автоспорта удостоен Ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени. Кроме того, начальник конструкторско-технологического отдела КАМАЗ Автоспорта Сергей Савостин награжден Орденом Александра Невского. Владимир Чагин и Сергей Савостин отмечены за вклад в победу команды КАМАЗ Мастер на международных ралли-марафонах «Дакар» и «Африка-эко-рейс». Гражданин политик-хозяйственник сегодня в стенах КФО вспоминали легендарного выпускника Фикрата Табеева. Встреча приурочена к 90-летию первого секретаря татарского обкома. 19 лет у руля республики. За плечами грандиозные стройки и реформы. Сегодня о его заслугах говорили депутаты, студенты и журналисты. При днём началось строительство Казань-Орсинтеза, Нижнекамск-Нефтехима, цирка, театра имени Гляскара Камала. И даже целых городов, таких как Челны и Нижнекамск. Все эти драйверы жизни современной республики появились в годы руководства первого секретаря обкома. КАМАЗ, когда начали строить, это тысячи и тысячи молодых людей поехали строить. Они нашли себе работу, жильё. Феномен столичности и выставочный проект «Москва, Казань, Москва» подводит итоги художественно-антропологического исследования Казани и её окрестности. Трендовые понятия места и гений места ощутила на себе наш собственный корреспондент в Москве Дина Газалеева. Особый мир, в который стремится попасть каждый. Особое восприятие, которое окрашивает жизнь. Говорить об искусстве и его силе можно бесконечно, но лучше один раз увидеть. Первый раз у меня в жизни, когда я приезжаю на Казанский вокзал, у тебя прямо на вокзале выставка. Это редкий случай. Эльгизар Хасанов – один из более 20 художников, исследовавших Казань и её окрестности. Серии работ двух резиденций на базе Центра современной культуры «Смена», принимавшего столицу Татарстан, творцов со всей страны, показывают не просто открыточные виды города, а напротив, стирают расхожие стереотипы и выявляют неоднозначность развития современной Казани. Финальный проект – это вот то, что мы видим сейчас. Это «Москва, Казань, Москва». Это проект, который суммирует итоги, результаты двух резиденций и сбалансированно представляет другие проекты, посвященные Казани, Татарстану. Это фотографические проекты, посвященные современной жизни Казани. Это архивные материалы. Каждый отдельный проект на выставке – это исследование, город и его альтернативный образ. Понятие «столицы» как «узла», в который, по задумке художников, вплетена вся трансформация и максимум напряжения. Всё это очаровывает и завораживает посетителей, задаёт движение, устремляет будущее. С одной стороны, это как город быстро развивающийся, с другой стороны, проблема, которая возникает из-за этого быстрого развития. Есть над чем задуматься. Многие работы вызывают вопросы политические какие-то, социальные моменты острые затрагиваются. Свою работу «Московская выставка» продолжит до 25 марта в Царской башне Казанского вокзала. Когда трубы, гобои и барабаны в строю, сегодня в Казани стартовал фестиваль военных оркестров. На сцене танкового училища встретились музыканты из военных частей Казани, Самары, Ишкаралы, Саратова, Пензы и Уфы. Дудки, тарелки, трубы, гобои. Всё как и в армии, работает как часы. А жесты дирижёра, команды для всего оркестра. Но прямо сейчас у нас есть отличная возможность, чтобы оказаться с оркестром на одной сцене. Для этого нам нужно пробраться за кулисы. И здесь нам сказали вести себя как можно тише, чтобы, не дай бог, не отвлечь артистов. Кстати, прямо сейчас на сцене тот самый легендарный казанский оркестр. Он считается самым многочисленным. В него входит сразу 40 музыкантов. Причём такое количество не просто прихоть. К этому фестивалю казанские военные подготовили сложнейшую программу. Шесть произведений серьёзных, которым не каждый может сыграть оркестр вообще. Их сложность заключается в том, что они технически сложны. Технически сложны. Они требуют больших ресурсов музыкальных. Они требуют большого состава оркестра. Казань, Самара, Йошкарала, Саратов, Пенза и Уфа. За звание лучшего военного оркестра по Волжье борются шесть коллективов. Все разные, причём в оркестрах есть и непрофессиональные музыканты. Мы музыкантов не берём каких-то специальных сообразований. Мы находим людей, обучаем их до определённого уровня. И вот сегодня, в принципе, результат показали все неплохой. Результат зависит не только от музыкантов, но и членов комиссии. Здесь, как говорят они сами, на вкус и цвет. Порой из двух одинаково сильных оркестров выбирают тот, который угадал с выбором музыки. Если сегодня военные только играют, то завтра ещё споют и смаршируют. Завтра оркестрами в Казани, шестью оркестрами, будет представлен служебный строевой репертуар. Это ритуальная музыка. Каждый оркестр исполнен государственный гимн Российской Федерации. Этот фестиваль лишь часть большого конкурса. Лучший военный оркестр будет представлять по Волжье на Всероссийском смотре в Москве. Победитель определится уже завтра. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. А Владимир Путин со своими сторонниками уже сегодня исполнил гимн России. Широкий простор для мечты и для жизни Предыдущие нам открывают города Нам силу даёт наша верность отчизны Так было, так есть, и так будет всегда Славься, Отечество! Наши свободные Продолжение следует... Владимир Жириновский этим утром пообщался со студентами Института мировых цивилизаций, созданного им же в 1999 году. Павел Грудинин выступил перед избирателями в Иркутске. Григорий Явлинский участвовал в гражданском форуме местного самоуправления в Подмосковье. Они выбирают здоровый образ жизни. В Лениногорском районе коллектив акционерного общества «Транснефть» Прикамье вышел на зимнюю спорта-киаду. Сильных и смелых не напугал даже 30-ти градусный мороз. У подножия живописных гор настоящие спортивные баталии. На старт нынешней спорта-киады вышли полторы сотни участников в составе шести команд структурных подразделений «Транснефть» Прикамье. Данное мероприятие является пропагандой здорового образа жизни для нашего коллектива. В программе пять видов состязаний. Кто-то показывал волю и характер, потягиваясь на перекладине или точно поражая мишени в стрельбе. Кому-то покорялись соснеженные виражи, лыжные трассы и горнолыжного склона в индивидуальных забегах и софете с слалами и сноуборде. А болельщики, как всегда, от души поддержали коллег и близких. Даже девятимесячная Виктория в этот день с мамой Еленой Загайной из Угмуртского РНУ, снова ставшей призером спорта-киады. Ну, отдыхаем мы здесь. Очень хорошо проводят соревнования. Очень нравится нам ездить. Это чувство коллектива однозначно. Чувство локтя, чувство приобщения к общему делу не только в производстве, но и в спортивной жизни. Победил в командном зачете пермский филиал. Серебро досталось Ромашкинскому РНУ. Бронзу увезли в Альметьевск. Весна начинается с мини-футбола. Кубок мужества традиционно собрал лучшие корпоративные коллективы республики. Среди тех, кто обведет борьбу за самые высокие позиции, и команда ТНВ. Футболисты ТНВ одни из сторожилов корпоративных стартов. В прошлых турнирах телевизионщики останавливались всего в одном шаге от первого места. Сейчас есть все шансы завоевать недостающий титул. Конечно, мы всегда хотим выиграть. Мы всегда заточены на самые высокие результаты. Но, к сожалению, не всегда удача бывает на нашей стороне. Новички сезона сразу показали свою игру. С первого места в группе А в золотой кубок без поражений вышли представители команды «Востоксервис». У ТНВ вторая позиция. Как обычно, субботние тренировки, в 8 утра, ничего нового. Тренировки проводим один-два раза в неделю. Но, как получается, все-таки с работниками играем только. Заняли до этого третье место. Ну, соответственно, улучшили свои результаты. Начинать сезон всегда непросто. После новогоднего турнира была пауза. Все команды смогли подготовиться к сражениям за Кубок Мужества. И пополнить составы хорошими футболистами. Во многих компаниях есть игроки, не уступающие по уровню профессионалам. В первую очередь мы, конечно же, заботимся о том, чтобы самим командам и их компаниям было всегда удобно с нами работать. Потому что собрать в одном месте совершенно разные компании из различных сфер бизнеса не всегда бывает просто. Поэтому в качестве удобства этот турнир у нас проходит в два дня. Основная битва запланирована на воскресенье. Полуфиналы в спорткомплексе «Олимпиад» начнутся в 12 часов. Сегодня в соцсетях обсуждают отжимания президента Рустама Мениханова в хоккейной экипировке после игры. Он поддержал всероссийскую эстафету, межнациональная зарядка 18.03.18, выбор чемпионов. Президент эстафету получил от Игоря Баринова и передал Антону Силуанову, Андрею Воробьеву и Алексею Дюмину. Коакции в социальных сетях может присоединиться любой. Для этого до 18 марта нужно выложить видео своей тренировки с хэштегами «Выбор чемпионов 18.03.18». Твой голос решает и проголосуй 18.03.18. Что еще обсуждали в сети и что стало самым популярным в нашей традиционной рубрике «В сети»? Всем привет! Ну все, весна наступила, можно и на солнышко выйти. Но если выйти на улицу, сразу понятно, что весна еще ой как не скоро. Правильно говорят, где-то Дубай, а у нас Дубак. Вальмитовский вон люди до сих пор не верят, что это весна и решили продлить себе зиму по календарю. Поэтому вместо 1 марта у них было 29 февраля. А что, умеем, можем, практикуем. Но, друзья, не переживайте. Я уверен, что скоро будет тепло, солнышко выйдет и цветочки зацветут. Что обсуждают в интернете? Да вообще все. Начиная от Элизы Казановой, капитана сборной Италии по водному полу, которая, по словам пользователей, не ест допинг, а она ест тех, кто ест допинг. До ядерного оружия. Кстати, об оружии. Владимир Путин в своем послании решил, так сказать, сделать серьезное заявление. Стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой. Видео, пожалуйста. Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. А сейчас наша постоянная рубрика в сети с президентом. Ну что сказать. Все уже, наверное, знают, что с первым днем весны приходит день рождения Рустама Миниханова. И не обходится этот день без видеопоздравлений для президента. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Ну а Рустам Миниханов как истинный блогер записал видеоответку. Огромные слова благодарности всем, кто через Инстаграм, ВКонтакте поздравил меня. Я очень благодарен. Желаю всем вам успехов, счастья, здоровья. Ну а мы от всей нашей команды поздравляем вас с днем рождения. То ванка негазбляя. Уже почти все татарстанцы скачали себе приложение GetContact. В чем его фишка? Вбивайте туда свой номер, и вы можете увидеть, как вы записаны у других людей в телефонной книге. На самом деле прикольная тема. Я тоже попробовал, но в Инстаграм еще пока не выложил. А Роскомнадзор вообще рекомендует удалить данное приложение. Так как приложение запрашивает доступ ко всем вашим контактам. Ну, друзья, если у вас нет каких-то секретно важных номеров, то опасаться, наверное, нечего. Но смотрите сами. Актрису Анну Хелькевич загипнотизировали. Теперь она думает, что Эйфельвая башня находится в Казани. Ребят, честно, я сам в шоке. Это что это? Это Казань. Они молодцы, на самом деле. Они действительно такие мощные построения. Построения, да. Всем обязательно нужно съедить Казань. Знаменитая фраза «Увидеть Казань и умереть». А, кстати, а как называется это строение в Казани? Казанская башня. Казанская башня. Звезды под гипнозом. Именно так называется это шоу, где звезд якобы гипнотизируют. Я, конечно, думаю, что это фейк, но может Анна Хелькевич реально видела эту Казанскую башню у нас. Интересно. Забавная новость. Человек, который выступал категорически против социальных сетей, взял и зарегистрировался в Инстаграме. Все уже, наверное, думают, кто же это? Патриарх Кирилл завел себе аккаунт в Инстаграме. Так что теперь и Патриарх Кирилл в сети. И по традиции напоследок у нас топ тем, которыми татарстанцы интересовались в Яндексе. Россия, Германия. Именно этот запрос возглавляет топ-запрос. С победой наших хоккеистов. На втором месте в топе, но на первом, на Олимпиаде, Алина Загитова, наша фигуристка. И на третьей строчке 23 февраля. Вангую, что на следующей неделе будет в топе 8 марта. На этом сегодня все. Выкладывайте почаще интересные фотографии, смешные видеоролики. И они точно будут в сети. Пока. Впереди прогноз погоды. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. До встречи в 21.30. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусный мебель и заказ Данил Мастер. Хотите качественную недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в марте со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. На календаре март месяц, а в погоде пока без существенных изменений. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана, облачная погода сохранится, пройдет снег, температура воздуха составит до 10 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана ожидается перемена облачной со снегом. Там будет до 9 градусов мороза. На севере республики временами пройдет снег, и температура воздуха составит минус 10 градусов. На северо-западе облачно с прояснениями ожидается снег и до 9 градусов мороза. На юго-западе республики местами снег и минус 8 градусов. В центре Татарстана будет облачно, ожидается снег. Там температура воздуха составит до 9 градусов мороза. В последующие сутки ожидается повышение температур. В Казани ожидается перемена облачной с временами со снегом. Температура воздуха составит около 8 градусов мороза. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле земли спокойное. ГРК Татарской усадьбы находится в памятке архитектуры второй половины XIX века. Здесь можно отведать национальную кухню, посетить галерею народных промыслов, а также остановиться в уютной гостинице. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей деревяной печи. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении. Субтитры создавал DimaTorzok